Слушайте, как же круто проснуться дома, зарядиться краснодарским солнцем. Пойдемте, я вам покажу. На улице, конечно, прохладно. Люди ходят в куртках. Как обычно, на Краснодарском крае кто как хочет. Кто-то в куртках, кто-то в кофтах, кто-то в жилетках. Но главное, что такое солнышко, там еще вон луна дождь светится. Здорово. Сегодня на самом деле достаточно нелегкий будет день. После дороги я вообще думал, первое, я, конечно, высплюсь, но у меня это не получилось, потому что меня разбудили, конечно же, дети. Еще даже в 8 утра не было, они подорвались, начали играть, шуметь. И, конечно же, все, я проснулся, моему сну пришел конец. Я вчера вечером не стал разбирать машину. Занес только самое первое прям необходимое, что нужно маленькому. И сегодня мне нужно будет вообще по идее разобрать машину, сгонять на мойку, ее отмыть. Я еще там чуть позже покажу, насколько ее там засрали. Еще, если вы думаете, что волокита с документами закончилась, то нет. У нас здесь есть два документа на мелкого, которые нужно получить. И я сегодня хочу это сделать, пока здесь не начался вот этот весь локдаун, который, возможно, здесь тоже будет. Вот. Поэтому погнали в новый день. Спонсор данного выпуска – магазин мини-диванов. Шикарный вариант для вашего ребенка. Все диваны с ортопедическим основанием и имеют ящик. Отличное решение для маленьких комнат и балконов. Диваны в наличии и доступны в день заказа. Также есть рассрочка, доставка по всей России и самовывоз. Ссылку на инстаграм мини-диванов оставляю в описании. Так, мои уже все поели, а я еще нет. Настенька приготовила яичницу. Сейчас надо еще приготовить кофе и зарядиться. Вот теперь точно доброе утро. Взял я, короче, своих грузчиков и идем выгружать машину, да, пацаны? Да. Готовы поработать? Да? Да. А ты что, завис, что ли? Какая сегодня прекрасная погода. Самое, что интересно, вчера, прикиньте, мы, короче, приехали и было возле подъезда место. Я вообще просто оболнял. Так это было удобно. Так, открывай, открывай. Я хочу вам показать сразу. Меня многие спрашивают, а как с пацанами в машине? Посмотрите, как они ее уделывают. Очень сильно. Просто вот это вот все мусор, мусор. Вон сидухи как сильно все заляпаны из-за ботинок грязных. Вот. Поэтому сегодня обязательно нужно будет поехать все это дело отмывать. Навожу, короче, сейчас порядок в комнате пацанов. И, естественно, отодвигаю диван. И, короче, ржу не могу. Самое, что интересно, грязи и пыли как таковой нет. Потому что мы очень часто все, ну, в принципе, в каждой уборке мы отбегаем диван. Но зато посмотрите, сколько здесь барахла. Планшет, бумага, какой-то карабинчик. Еще книга. Вот. Мы любим книги. Мячик, свечка. Вообще, откуда она взялась, эта свечка? И самое интересное, это другое трусов. Ну-ка, в комментариях у кого дети, пишите у вас такая же история или вы только у нас одних одежда? Ну, шкафов-то нету, да? Поэтому давайте все под диван будем запихивать. Купец. Минусы такой большой квартиры, это, конечно, что просто задолбаешься и убирать. Вот на вот эту уборку у нас ушло порядка двух часов. Жесть. Я подустал. Убрался, короче, сразу пошел за водой. Потому что мы воду покупаем, а вчера приехали, воды вообще не было. Старт. И вот только сейчас руки дошли загонять за водичкой. Это походу, типа, такой прикол. Мы пока жили у родителей в Московской области, у них стоит фильтр, но воду мы там не пили, потому что вода какая-то невкусная. У нас вода очень вкусная. И вот мы приехали, я сейчас набрал воду. Целый стакан воды. Ха, ваше здоровье. Очень вкусная. Я сгонял в магазин, купил овощи, немножко фруктов, чтобы нам приготовить супец. А самое главное, что я купил, ребятки, фейху абхазскую. Это наш любимый фрукт. Или что это? Или ягоды это? Ну, короче, фейхуа. Мы его очень сильно полюбили в том году, когда зимовали в Сочи. Кто не пробовал, прям рекомендация попробовать, точно понравится. Для тех, кто не знает, как есть фейхуа, берете просто штучку, разрезаете пополам. Вот, и Родиончик уже все знает, как это надо. Да? Давай. Вот так вот ложечкой. Жиликс. Да, как киви, короче. Да. Вкуснятина. Какой запах, а? Вот, да, Тёмка, все правильно. Правильно, на пол. Молодец. Ну, в общем, примерно это вот так вот. Блин, офигенно. Она вроде снаружи такая твердая, а внутри очень мягкая. А тот еще говорит, что нужно со шкурками есть. Мы тогда попробовали со шкурками, не очень. Да, все можно было. В принципе, своеобразная, конечно, шкурка. А ну, я шкуркой попробую. Попробуй. Блин. Вообще офигенно. Вкусная шкурка. Моя шкурку я попробовала. Да, тут нереально. Вот, а шкурку попробовала. Пока варится суп, я не буду зря терять время и оплачу. Да, у меня есть ИП, и я плачу налоги, делаю различные взносы в социалку, в пенсионку. И в этом году, в этом году я прилично туда отстегиваю. И я уже как-то говорил в выпусках, что меня прямо это уже начинает расстраивать. И голова начинает включаться в режим сэкономить. Как на всем этом можно сэкономить. Вот маленькому в кайф расти вообще. Пацаны от него не отходят. Агу, да, болтай с братом, болтай. Рассказывай. Как спалось, рассказывай. Поеду, сейчас съезжу, получу полис на Мирона. И, возможно, получу ИННН. И на мойку. Такая огромная улица и такая маленькая вывеска. Просто подвальное помещение. Хрен поймешь, куда идти. Ну вот, совершенно другой эффект. Все чистенько. Я не стал получать ИННН Мирону. Что-то я так подумал. Во-первых, ехать туда, туда пробки, обратно пробки. Получу либо в том случае, если я окажусь прямо на том районе. Либо вообще не буду получать. Я когда Насте сказал, что я заказал ИННН Мирону. Настя сказала, типа, а зачем вообще это надо? Ну, короче. Не знаю, нужен ли он. В общем, как окажусь там, так и получу. Вот, наверное, это правильное решение. Ну, а если нет, ну и ладно, бог с ним. Собственно, все, что я хотел вам сегодня показать из этого дня. Я надеюсь, что я сегодня высплюсь как следует. Буду завтра прямо на максималках. Потому что сегодня все равно разбитая корыта. Потому что хотелось и многие сегодня вопросы решить. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже в ближайшие дни в новом видеоролике. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова